В работе учителя множество составляющих успеха, и у каждого они разные. А вот о своих вам победы поведает студент факультета физической культуры и безопасности жизнедеятельности Дмитрий Озерский. Вот и подходит практика к концу. Что же будет дальше? Как бы мне хотелось что-нибудь оставить детям полезного, интересного? Сделать так, чтобы в будущем они могли воспользоваться моими советами. Снять видео, но я думаю, в будущем они забудут про него. Может написать мне письмо? Да, я думаю, это самый лучший вариант. Они найдут его, вспомнят, найдут свои впечатления. Здравствуйте, мой 8-й А-класс. Пишет вам письмо студент-практикант Дмитрий Алексеевич. Я самыми простыми словами объясню. Идти путем добра самый приемлемый, единственный путь для человека. Он испытан, он верен, он полезен. Для восприятия красоты человек должен быть сам душевно красив, глубок, должен стоять на правильном пути. Попробуйте держать бинокль в дрожащих руках. Вы ничего не увидите. Если есть у человека великая цель, то она должна проявляться во всем. В самом, казалось бы, незначительном. Стремиться к высокой цели низкими средствами нельзя. А цель должна быть, иначе не будет жизни. Идти к достигнутой цели мне помогали мои друзья. Они все время поддерживают меня, даже в сложные минуты моей жизни. Этих друзей я приобрел, когда учился в школе, потом в университете. Запомните, подлинные друзья приобретаются в молодости. Так как молодость – это время сближения. И об этом надо помнить и беречь друзей. Настоящая дружба помогает и в горе, и в радости. Поэтому берегите молодость до глубокой старости. И запомните, что жизнь – это прежде всего дыхание. Вдох, выдох, выдох. Учитесь прежде всего выдыхать, избавляться от отработанного воздуха. Хорошенько вдохнуть и выдохнуть. Все мелочные заботы, всю суету суббудничной жизни. Избавиться, стряхнуться. Стряхнуть все, что стесняет движение мыслей. Что давит душу и не позволяет вам принимать жизнь. Ее ценности и красоту. Спасибо. Спасибо. Спасибо.